Зайчонок Летом в лесу под кустом родился зайчонок с уже открытыми глазками в серой пушистой шерстке. Мама зайчиха покормила его жирным молоком и убежала, чтобы не привлекать врагов к гнезду. Сам зайчонок запаха почти не имеет, он сидит неподвижно, и ни один хищник не учует его даже с близкого расстояния. А если чужая зайчиха найдет в траве малыша, обязательно покормит его, не пробежит мимо. Зайчиха приносит потомство три раза в год. Малыши первого выводка появляются ранней весной, когда на снегу образуется наст, твердая корка снега после оттепели. Этих зайчат называют настовичками. Вторые, травники, рождаются летом. Третий приплод бывает осенью, и зайчат называют листопадниками. Растут зайчата быстро, и уже спустя месяц бывают готовы к самостоятельной жизни. Вот он какой заяц-русак, герой стихов, сказок и охотничьих рассказов. Заячье тело стройное, тонкое и худощавое. Все тело зверька покрывает густая, мягкая, шелковистая шерстка. Заяц, вопреки расхожему мнению, вовсе не косой. Его глаза расположены по обеим сторонам головы, и он может видеть то, что находится и впереди, и сзади, не поворачиваясь. Зубы у зайца острые, как ножницы, и растут всю жизнь. Называют зайца ушастым. А для чего зайцу такие длинные уши? Во-первых, чтобы все вокруг слышать, зайцу не обязательно поднимать голову. Достаточно поднять над травой ушки. А во-вторых, длинные уши нужны зайцу, чтобы лучше бегать. Когда заяц бежит, его тело становится очень горячим. Воздух, охлаждая уши, помогает снизить температуру. Чем жарче климат, тем больше тепла организму нужно сбросить. Вот почему самые ушастые зайцы южные. Хвостишко у зайца маленький, да он ему и не нужен. Вся жизнь ушастого сплошной побег от погони. И хвост ему бы только мешал. Путался бы между ног, цеплялся за ветки. Да и хищникам легко было бы за него схватиться. Вот и обходится заяц почти без хвоста. Не дано зайцу входить шагом. Ему и стоять-то сразу на всех четырех лапах неудобно. Зато бегает и прыгает он превосходно. У зайца длинные крепкие ноги, которыми он резво отталкивается от земли. Задние лапы зайца намного длиннее, толще и сильнее передних. Во время прыжка заяц выбрасывает вперед сначала задние лапы, а потом передние. Он легко взбегает на горку, а вот спуститься с горы ему гораздо труднее. Поэтому и катится заяц с крутых склонов к уборям, как колобок. Нору зайцы не роют и пропитание на зиму не собирает. Весь день заяц прячется в укромном месте, которое называется лёжка. Это небольшая ямка, выкопанная под прикрытием кустов или поваленных деревьев. Весной заяц ищет хорошо прогреваемые места, а в дождливые дни сухие возвышенности. Частенько зайцы просто залегают в полевой меже и лишь к вечеру начинают активную жизнь. Жуют сочную травку, ягоды, молодые побеги, овощные бахчевые культуры. Перед тем, как залечь на отдых, заяц путает следы, делает петли, повторяя свой собственный след, чтобы сбить с толку многочисленных рогов. А их у зайца хоть отбавляй. Волки, лисы, хищные птицы, охотники с собаками. Всех он опасается. Убегая от собак и хоть немного оторвавшись от погони, заяц тут же начинает делать петли, гигантские прыжки в сторону от прежнего своего пути, чтобы сбить преследователей с толку. Он охотно пользуется дорогами, даже шоссейными. Может поскакать сквозь пасущиеся стадо животных. А еще заяц неплохо плавает. С приходом осени летняя шерсть постепенно выпадает и сменяется густым, пышным мехом. К зиме заяц-русак значительно белеет, но белоснежным никогда не бывает, как его собрат, заяц-беляк. Лапы, уши и спина русака даже зимой остаются коричневатыми. Нелегка жизнь заяца зимой. Губительны для них многоснежные вьюжные зимы. В сильные морозы заяц роет в снегу норы длиной до двух метров, в которых он может проводить целый день и покидать только в случае опасности. Он кормится побегами и корой деревьев, торчащие из-под снега сухой травой, выкапывает остатки огородных культур и поедает сено в стогах. Пробравшись в сад, заяц может принести ощутимый вред, обгрызая кору плодовых деревьев и нередко полностью уничтожает молодые яблоньки. Зимой заяц, как и многие животные, испытывает недостаток минеральных солей. Восполняя его, заяц охотно посещает солонцы, специальные кормушки с солью для подкормки, грызет кости павших животных или сброшенные лосями рога. А если переживет заяц холодную голодную зиму, коварные весенние паводки, если не попадется на обед хищником или не станет трофеем на охоте, то дождется зайчишка весны, яркого солнышка, спелой сочной зеленой травки и веселых игр со своими собратьями.